Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Укрытие луковичных на зиму. Сразу так, ну вы же меня узнали. Доброго, Ольга. Луковичные, в принципе, если они уже растут на вашем участке давненько, несколько лет, и вы их не выкапываете, а вот они проросли, допустим, мелколуковичные, 3-4 года, им уже никакое укрытие и не надо. То же самое касается тюльпанов и нарциссов. Но если вы их даже по всем правилам посадили в этом сезоне, мелколуковичные, то, что касается, начнем с маленьких луковичек, у них маленькие луковички, ну вы понимаете, что вы сажаете донцем вниз, хвостиком вверх, потому что если перевернутые, да, они прорастут, но им дольше придется тратить сил на то, чтобы восстановиться и потом выровняться и правильно расти и укореняться. Посадили на нужную глубину. Нужная глубина – это, как правило, 3 высоты луковицы для любых луковиц. Для крупных луковиц, например, фритилярии или лук гигантский, у них такие солидные крупные луковицы, для них, конечно, глубина немножко побольше. Для фритилярии сантиметров 15-20, еще к тому же по той причине, что у них нет укроющих чешуй, то есть они не защищены и такие вот из себя все рыхлые, поэтому им надо поглубже, а потом еще сверху и укрыть. Ну, чуть позже. Мелколуковичные такие, как юнона, эндемион, иридодиктиум, кондык, они среднеазиатского происхождения, поэтому все-таки лучше сверху их замульчировать, чем мульчируем любым материалом, который есть у вас под рукой. Компост замечательно, торф замечательно, лист здоровый, хорошо, опилки тоже допускаются. Мульчирование предохраняет от лишнего иссушения, затем не образуется корка, снова же не происходит во времена оттаивания, там и весенний период, не происходит лишнего испарения через эти трещины. Ну и потом в дальнейшем умеренное мульчирование, оно будет защищать от сорных растений. Поэтому вот вышеперечисленные мелколуковичные растения, мульчировать обязательно. Крокусы хорошо переносят зимовку и без укрытия. Мускури, в принципе, посаженные в срок, они тоже будут хорошо зимовать без дополнительных укрытий. А нарциссы достаточно неприхотливые ребята, но очень много новых групп, новых сортов, и эти вот новинки все-таки придется нам сверху укрыть. Можно опилками, можно даже еловыми лапками укрыть, потому что те луковицы, которые сладкие, допустим, тюльпаны, мыши будут таскать. Ни в коем случае не используйте для мульчирования и для укрытия солому, потому что это будет просто общежитие для грызунов, для мышей в частности. И они потом перетаскают и погрызут ваши луковицы. Придется весной убирать гнезда. А лапки они немножко даже отпугивают, потому что, наверное, накалывают их нежные лапочки и мышиные. Очень чувствительные к низким температурам гиацинты. Особенно гиацинты мы и так позже сажаем по сроку. И когда совсем не в срок, поздняя посадка, то у гиацинта может вымерзать донца, либо могут вымерзать уже отросшие корешки, которыми он успел втянуться в почву. И тем самым мы весной не получим цветения у гиацинта, потому что луковица даст дочерние луковки, которые будут выгонять просто листву. Укрываем нарциссы, которые многоцветковые называются тацеты. И нарциссы из группы очень модной и красивой, густомахровой. Тюльпаны, снова же, дарвиновые гибриды, они абсолютно неприхотливые и замечательно зимуют без укрытия. Те, которые высажены не в срок, то мы все непременно сверху замульчируем. И будут чувствительны к низким температурам. Тюльпаны среднеазиатского происхождения из группы Кауфмана и Грейга. Теперь переходим к крупнолуковичным. Среди них есть и мелкие луковицы. Это группа луки. Луки также могут иметь происхождение среднеазиатское. Это каратавский, афлатунский лук, лук суворова, гигантский лук. В принципе, если посадки уже многолетние, то там луковица сама приспосабливается и замечательно зимует. Если посадки свежие, то считается, что эти луки боятся мороза. Но из моего опыта замечательно растут, и ничего они не боятся. Луковица гигантского крупная, поэтому сажаем ее глубже, сантиметров на 15 углубляем в землю, а не просто на 3 высоты. 3 высоты – это получится сантиметров 10. А тут мы должны еще больше углубить. Ну и фритилярия, как я говорила, это такое растение все-таки более теплолюбивое, и надо посадить ее поглубже и сверху обязательно замульчировать, иначе за счет того, что отсутствует кроющая чешуя, она может подмерзать. Вот ориентируйтесь на такие правила. Если у вас вдруг что-то на участке потерялось или где-то в закромах потерялось, вот как у меня, например, вот для примера вам луковица, лука гигантского, я уже бедная лежала на поверхности земли, пустила даже корешочки, я ее посажу. И мелколуковичные – это сортовые мускари. Я их аккуратно выкопала из того случайного места, где их потеряла летом, поэтому вкопаю аккуратно и все непременно их замульчирую и сверху прикрою еще для пущей теплоты лапкой либо спонбондом, для того, чтобы уже наверняка. Вроде бы основные моменты я сказала. Поэтому слушайте, соблюдайте все вот эти вот правила. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова